Это очень важный шифт от того, что мы ходили с вами из дома на работу, и это зачастую так запрограммировано было все, в том числе наши города, а теперь это происходит по-другому, потому что нам нужно ходить из дома на работу, но еще у нас есть много интересов, в том числе досуг. Одна из вещей, которая вообще-то нас оставляет в городе, и наша самореализация, которая тоже стала главой главы наших ценностей жизни и амбиций. И в этом плане креативная индустрия выступает последним, между тем, что мы когда-то называли культурой, или считаем сегодня культурой, и тем, что сегодня предоставляет те самые сервисы и услуги. Ведь тот самый человеческий капитал образовывается и хочет оставаться в городе, в котором есть работа, и в котором важно ему хорошо и очень хорошо. Именно поэтому, на самом деле, в Татарстане про это говорить очень важно, потому что вы, наверное, единственный регион в стране, который можно поставить угол в угол, могла бы сказать, ребята, вот где создаются общественные пространства, и в целом, как бы, огромная часть работы делается для того, чтобы город вернулся человеку лицом. Причем любой город, не только, в общем, Казань, которая сама по себе давно является центром Татарстана, но это именно и в том числе не такие большие города. И, наверное, важно, что здесь есть ряд вызовов, очень важных, когда все сделано для того, чтобы вокруг этих общественных пространств, парков, набережных, различных, в общем, центров, таких в том числе, как штаб или культурных центров, которые могут быть, там, не знаю, театральными или художними, начинали развиваться дополнительная жизнь, потому что с общественным пространством работать так. Туда приходит людской поток, трафик, то, что сегодня называется этим словом, и что происходит дальше? Кто берет этот трафик? Этот трафик должны брать предприниматели. Малый и средний бизнес, который начинает расти вокруг, это не кафе около дома, которое вам нальет вкусный кофе и скажет вам «Здравствуйте» с утра, а не только, в общем, сетка, которая придет и скажет «Заплатите 200 рублей, пожалуйста». И это, собственно, какие-то новые центры, точечные притяжения, которые могут быть все что угодно, не знаю, какой-нибудь местный колорит или культурный класс, простите за это слово, наверное, всех наскопивших оставших на зубах, но это правда так. Но что происходит? Очень часто мы вот с нашими татарскими коллегами смотрим на все и видим очень низкую активность снизу. То есть при огромном вашем в том числе работе, связанной с политической составляющей, когда вы действительно ресурсом огромного власта делаете то, что во многих городах люди мечтают увидеть, это порождает очень зачастую низкую активность снизу. И вот как можно исправить эту ситуацию? Можно создавать как раз те центры, наверное, как штаб, как, наверное, смены, еще ряд вещей, но здесь происходит соединение культуры и как бы посредничество между теми, кто пока не знает, что делать, но у которых есть некий нарратив и идея. И, наверное, роль, как бы, креативных индустрий, она не в том, чтобы просто существовать, она в том, чтобы существовать в правильном месте, отвечать на правильный запрос, потому что то, что релевантно для одного города, абсолютно может быть нерелевантным другому. Нельзя скомпировать проект, нельзя открыть франшизу, нельзя сделать так, чтобы, в общем, одно и то же повторялось дважды. Потому что у вас здесь свои интересы, у вас здесь свой контекст, и в этом моменте, как бы, происходит, наверное, самое сакральное происходит то, что человек называет атмосферой. Но на самом деле это качество жизни, качество жизни, которое очень необходимо для того, чтобы человек в воспоминаниях своих представлял этот город самым, наверное, для себя удобным. И креативные индустрии, они создают этот интерес. И, вот, например, в Самаре, который тоже находится на Волге, я просто приведу пример, что такое инициатива снизу, и как она влияет вообще на развитие креативных индустрий. Есть замечательный Волга-Фест. Он, кстати, основан, и там работает одна из выпускниц стрелки, Настя Альбакринова. Что они делают? Они, по факту, с Министерством культуры местным делают на бюджетах 17 миллионов рублей, просто цифры открыты, могу, в общем, рассказать. Начинали они, по-моему, с 5 миллионов рублей. Огромный фестиваль на Волге, который вот эту набережную, которую в Самаре кем-никогда не использовалось, они снизу поднимают то, что городу надо бы ей заняться. Но как? Они не говорят, вы должны, вы что-то не сделали, вы ужасные люди, как часто, да, бывают, ягоди. Они берут с помощью различных фестивалей, фестивальных активностей, а так объектов, которые они строят на этой набережной, да, там, не знаю, молодых предпринимателей гастротем, в которых они выводят на эту набережную, в которых не получается. Там, музыкантов, которые их привозят, они на два дня делают так, что набережная собирает, там, по 30 тысяч человек. Это, как бы, безумно интересно, и это становится тем, что этот фестиваль за три года дал возможность развиться на секундочку в четырем минимум предпринимательских проектах в разных темах, в культурной теме, в гастротеме, еще что-то. То есть он сам по себе площадка, и одновременно это не просто площадка, это площадка, которая дает толчок другим площадкам. Вот инициатива снизу, условно говоря, которая поддержана при этом сверху, она, на самом деле, зачастую очень нужна. Поэтому я бы вот хотела сказать, что роль креативных индустрии в Татарстане, наверное, она должна заключаться в том, чтобы давать возможности инструмент, но не пережать. Потому что когда мы даем все, у нас сразу пропадает вкус вот этого, того, что нам дали. Вот я сегодня видела разные конкурсные механики, например, соревнования. Мне кажется, соревнования – это замечательная механика для того, чтобы, в общем, вот эту инициативу снизу постоянно, ну, в общем, провоцировать. Потому что, когда ты с кем-то соревнуешься, у тебя, в общем, создается правильное чувство качества, которое ты хочешь достичь и какого-то, в общем, момента приподнять. И мне кажется, что то количество общественных пространств, которые мы сделали за последнее время, оно просто открывает огромный рынок для вот этих вот культурных проектов, не знаю, которые делают от воркшопов для детей, детской темы, заканчивая какими-то, в общем, даже теми же малыми формами, наверное, которые время-то можно поставить. Огромный пласт. И мне кажется, что вот ваше, наверное, задача в будущем это как раз производить людей, которые здесь могут получить понимание, как их, собственно, дальше в этих пространствах их обживать. Потому что они очень красивые, но надо, чтобы, наверное, они еще и были постоянно заполнены. Вот, это вот то, что я хотела сказать, наверное, о роли. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok